у нас бодрое летнее утро июльское и всем привет мы завтракаем и отправляемся все в новое путешествие по дорогам турции будем гаситься от этой жары и ехать какую-нибудь прохладу так что ребятки давайте оставайтесь с нами пишите комментарии ставьте лайки не переключайтесь сегодня будет много много интересного мы сегодня проснулись от сильного ветра у нас тут на заборе колхоз висит и часть да короче часть вещей по скидывала ветер был такой силы что машину даже пыталась подкачивать в принципе сейчас порывы такие и еще утром нас разбудили мухи да они такие здесь как крымские какие-то непонятные кусучие кусучие вот как-то 8 не было и да вот именно сейчас вот полночи мы проспали полностью открытыми дверями и с открытым багажником потом проснулся мирошка и попутал типа почему дверь открыта и начал требовать чтобы мы все закрывали итоге мы закрыли а потом через еще половинку ночи мы открыли одну дверь вот запустили воздух вообще конечно в такую жару стоять не возле прям берега не где-то в горах это особое удовольствие я не знаю как ребята здесь палатках стоят да ну машинных попроще потому что мы полностью у нас тенек единственное вот с утра нам солнышко светит нас будет а так прям как бы вообще вырегут как же мы любим путешествовать на машине ну вы прекрасно это знаете кто давно за нами наблюдает мы начинали путешествовать на volve x90 и тогда у нас была палатка она кстати сейчас есть тоже ездит до сих пор с нами но мы иногда спали в машине там была такая огромная тоже кровать иногда в палатке в общем это такой кайф но иногда случаются моменты когда нужно знаете остановиться постираться поработать отдохнуть от жары например есть это конкретная жара например как в кемере и конечно же нужно заселиться в квартиру отеле мы сразу отметаем потому что они ничего дельного нам не могут предоставить для нашей семьи потому что она большая а вот квартиру снять сразу со всеми удобствами конечно самый самый вариант и где мы ищем квартиры как рекомендации это конечно же сервис суточно room огромное количество квартир отзывы рейтинги статусы супер хозяев очень классная фильтрация также вы можете поискать квартиру не только списком до выпадающим а еще и посмотреть где на карте находится та или иная квартира и сориентироваться уже на местности где вы будете дальше жить проведете какое-то количество времени также у суточно ru есть крутая штука то что сейчас они если вы путешествовать например по россии то за каждое бронирование от вашей суммы они вам возвращают кэшбэком на лицевой счет 30 процентов а эти 30 процентов вернувшиеся кэшбэка вы сможете потратить на дальнейшее бронирование жилья мне кажется это супер классное предложение но если вдруг вы путешествуете за пределами россии то вы также можете пользоваться суточной ру только без кэшбэка они шагают по миру и у них с каждым днем все больше и больше предложений за рубежом ссылочку я там оставил в описании по которой вы сможете забронировать жилье еще гораздо выгоднее обязательно пользуйтесь там в описании есть ссылка у нас утро и у нас много людей уже уезжает и вот peugeot на переднем приводе прикиньте как на переднем приводе как она тянет серьезно только на этих крутые перевалы перехожу на ручник смысле коробках коробка ручное управление и допустим если уж очень круто ну что на 2 передачи две с половиной тысячи оборотов и пошел ровно и пошел и пошел а расход сильного увеличен да сколько литров 5 наверно кида вины ну в м4 например ну литра литра на 6 пару на 5 на 4 когда как при обгонах там то все на подъемах там конечно это а это прицеп с категории спасибо и вам хорошей дороге вы еще куда а вы через перевал пойдете на измер или по серпантину по берегу по берегу там такой узрец измеряешь да чуть-чуть надо терпеть какие-то неудобства но комфорт необыкновенно это не ваш а личный на прокат брать блин классно вообще но правильно правильно шикарно вот так вот путешествует классно на переднем приводе я думал что ездит по зеркалам в итоге нет у него стоит камера кругового обзора и видно абсолютно всеобщее как двигается прицеп блин невероятно вот еще ребята нет это чуть другой не суши мультиван вообще ездит на 2 оси у него стоит ну смотри видишь одно колесо а у мультивана 2 там сзади вообще так таскает на вот так у него смотри видишь здесь и вот он говорит вообще никаких проблем нету пижо тоже на переднем приводе и ему вообще все равно на крутых говорит перевалах я включаю просто ручную передачу на механике но как у нас включил на 2 передачи в самую жесть горит залажива вообще вот то что доктор прописал я что я говорю кайф и пляж но рядом есть муниципальный очень крутой то есть там туалеты барбекю зоны чем юри там деревня прям караванеров вообще вот у нас цепка о которой нужно помечтать блин невероятно вообще да вот и он переднеприводная уже пообщался с ним спокойно тащит кроме зимы офигеть он лежит и прицел и он оторвал походу где-то на кочке себе сумасшедший вот этот парень вообще просто сделал все сам представляете крыша все делал самодельно подбирал размеры и как-то я не закон сделал но это невероятно очень шикарно вот этот дом вы только посмотрите как выстрелись все караваны и ждут абсолютно все чтобы продолжить движение вот такой вот цепочкой а вот это вот человек организатор он сейчас их пытается снять на дрон это невероятно у него фантом как ты на такой штуке летаешь ты чё это же капец вот это да спасибо тем большое у нас уже все прям жара началась короче насёна смотри мало того что он переделал этот фургон свой так он еще и сделал там еще дополнительную крышу палатку представляешь он туда да вот 44 31 представляешь он побежал за дроном видимо все потерялся дрон но на таких дронах я не знаю это сумасшествие летать конечно все уехали уже но самый неадекватный еще остались и вот самый просто сумасшедший человек он ездит вот на такой машине блин пикап это круто но смысл в том то что вот такой у него автодом это какая категория е3 уже наверное блин короче он возит собой фуру за собой все мы идем на обзор я вам сейчас просто хочу показать как выглядят сумасшедшие дома и офигеть здесь здесь не просто лесенка да как во всех домах здесь просто лестница вы понимаете серьезно это это действительно самолет вот ведется видеонаблюдение понимаете предупреждение дети привет вот это да это студия получается огромная просторная студия да а у тебя модули выезжают выдвинут здесь огромная кровать с уже какого года этого свежего свежий да ну я про то что вот у предыдущих кузовов у них это значит это не светлый салон а коричневые старенькие а тут вот стиле которые серый белый и вот классно огромная кухня на которой ну вы знаете можно устроить разгуляй здесь и печка духовка посудомойки нету но что за упущение вообще вы следите как круто я не просто здесь хожу здесь можно футбол играть а получается у тебя вот эта штука она задвигается сюда он а докуда он сюда прям доходит а и то есть если ты захочешь без слайдера ты здесь уже не походишь суши им прикольно человеческий холодильник понимаете не то что у нас у микробов удалила штука стоит здесь нормальный большой холодильник огромнейшая плазма вот это две я не знаю даже не двухъярусную кровать это просто двухспальные огромные кровати а там уже полноценная душевая комната офигеть ванна на стена здесь ванна можно мы это помоемся вас ну вообще слушайте вот это я понимаю не ну я не знаю как ты его таскаешь конечно вот настена здесь полноценная ванная ванная ты можешь лечь понимаешь с твоим карликовым ростом ты можешь там вот так даже лично да зайди вот это да мари светленькая все прикинь это квартира квартира это реальная квартира с 3 двухъярусные кровати за огромные не на вам что 5 детей на что так мало как вам как вам такая штуковина пишите в комментариях только не пишите гадости пожалуйста вот видите модуль он выезжает сюда у тебя получается дополнительное пространство то есть когда надо ехать ты его задвинул туда и там как бы есть место ты можешь все равно жить если нет возможности выдвинуть еще невероятные чуваки просто огонь и представляете сегодня целый день занимаемся тем что мы пересортировали вещи и внимание смотрите вот это вот она кроме коляски да вот это вот все нам теперь не нужно чемодан который мы купили в стамбуле по прилету даже он этикетками этот как его называется сушилка наша игрушки обувь вообще просто огромное количество обуви тряпки зонты да 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 и вот самое что интересно и мы туда же засунули все в бокс он даже чуть-чуть вот так не очень хорошо закрылся там гитара короче все убрали у нас остался только вот чемодан в этот ящик под игрушки ну и собственно часть багажнику идет короче как смогли опять раз хвами лись кто не посмотрел предыдущие выпуски ребята там как вы забирали машину там как ездили в георги ругаться как делали здесь уборку как здесь отдыхали в кемпинге обязательно посмотрите ссылка на кемпинг будет там также в описании вот пишите здесь хозяин дима шикарный кемпинг я показывал что тут просто 12 экипажа стояла наши зрители очень шикарно посмотрит вам всем привет я уже смотрите слил воду в баке была вода мяю слил сейчас перед тем как мы поедем я буду заливать сегодня еще в планах также купить резину заехать тоже взять новые баллоны мне там по как сказать по уникальному предложению дима который на калифорнии ездит маша с димой кто за нами наблюдает уже знаете кто это у него есть новые колеса баллоны точнее он их не предлагает за нормальную цену плюс я с ним договорился что денежки отдам чуть попозже потому что затрат просто неимоверное количество но резину конечно поменять хотелось мы почти собрались смотрите из нашей огромной кровати получается комфортабельный салон на котором можно путешествовать очень комфортно вот так вот полевых условиях сохраняю новый видеоролик все стоит все упаковано шикарно в лес холодильники ящики все боялся что ящик не пройдет по ширине в итоге нет все здорово и хорошо сейчас еще покушаем арбуз мы сходили кстати на море покупали не знаю когда теперь покупаемся на средиземном море вот поэтому не стали упускать такую возможность возможно сейчас еще по пути где-нибудь тоже заедем все идем в душ переодеваемся подождем когда выпуск едим арбуз и все они поедем ну вот собственно и все мы собрались осталось только наполнить бак нашу трубу здесь есть такой длиннющий шланг надеюсь его хватит и все можно двигаться будет швикс швикс отлично вот так вот делаем до заправку кто не в курсе у нас влазит сюда 25 литров и вода очень быстро нагревается и всегда есть теплая эх в этом кемпинге хорошо да на сто процентов но мы двигаемся как говорится дальше скоро вернемся обязательно первым делом естественно заехали в магазин купили продукты сейчас надо это все дело быстро разложить часть убрать холодильник чтобы охлаждалась часть заберем салон на сегодня 45 градусов это просто приндец кстати не показала вот как забито теперь постель будем возить багажнике чтобы 10 раз в бокс не лазить так чего у нас там по холодильнику так выезжаем с магазина сейчас наша вторая задача это заехать и заправить полный бак и тут мы сейчас дружно все охренеем я уже подсчитал сколько выйдет у меня полный бак и просто обалдел вот у меня горит лампочка почти уже лежит стрелка пишет что хватит на 30 километров вот мы здесь сейчас заправимся нашели чтобы понимали топлива сейчас 35 лир с копейками но это это жесть это вообще там и 29 мы не застали 27 мы заставали потом был 20 а сейчас вот такая вот фигня просто ужас так вот сюда сейчас заеду заправляемся всего лишь на 1200 лир потому что у нас не пришли деньги мы вот сейчас выводим и что-то почему-то короны их отправляет обратно поэтому я посмотрим насколько выйдет в общем здесь в турции даешь оператору деньги все есть по карте надо конечно до шагать помещение заправились мы на 1200 это 34 литра всего лишь да уж это 4 мы на 4 полный бак заправляли и хватит это на 350 километров только то есть даже до кони не доедем по идее едем по анталии жара просто от 46 градусов представляете вот такая вот африка здесь в турции сейчас просто ужас а мои все вырубились под теплый ветерок от такой жары техника просто сходит с мая просто крыльдец телефоны не заряжаются пишет приостановлена зарядка компьютер никак не может сохранить выпуском просто тупо и ничего не делает не то что завис но он просто никуда не двигается просто какая-то шесть я надеюсь сейчас в сторону кони и будет все по-другому прохладе потому что ну это реально это африканская жара на дому сидеть второе никуда не ехать кстати вот кому интересен расход на нашей машине смотрите 7 и 7 это вот городской режим полностью груженная машина со всеми баками полный бокс и так далее далее 7 и 7 вообще вот я понимаю расход еще бы цена бы упала топлива до 20 стилера еще было бы круто мы выехали за манов гад и вот я не знаю чем это связано но сейчас уже резко короче температура упала и 39 и здесь прям очень влажно вот прям воздух такой насыщенный какой-то морем но да прям прохладные и пляжи короче пустые прям хочется остановиться и побежать купаться наверное после переобувки это сделаем вообще меня должны вроде были запустить но не знаю а вот все за ним да все верно отлично упа заскакиваем вот это у них тут пригорочки вообще мы кстати здесь были уже один раз да потом все помнят ай да вообще же тут подъем она так ну шикарно какая меня резина ждет ну вот почти новая все короче сразу забираем жаль без пакетов но зато прям варите почти ну лицевая чуть повыше правда ну ладно резину забрали оба теперь срочно в город мастеров просто завалили весь салон баллонами такие короче здоровенные самое главное самое главное чтобы нам сейчас там все поменяли чтобы этот город мастеров работал потому что все-таки сегодня выходные есть вариант что будет все закрыто вот за что переживал так оно и вышло город мастеров не работает вообще просто ни одна палатка ни один сервис не работает закрыто абсолютно все теперь делать не знаю сейчас будем ехать может потратить какой дежурный шиномонтаж будет или чего-нибудь такое чтобы переобуться потому что ночевать с резиной это вообще будет прикол хотя мы там будем в кемпинге я надеюсь там будут места я в принципе можно вытащить но опять-таки с ней ехать это тоже заехали еще в пару шиномонтажей и нигде не работает а мы уже подъезжаем к отвороту на конью нам нужно ехать в те горы там серпантины я так хотел короче переобуться до этого времени но увы и видимо короче нет очень надеюсь что там будет какой-нибудь шиномонтаж дежурный все вот конья 600 метров уезжаем сразу начались такие рынки яркие очень напоминает наши кубанские рынки когда едешь вот на море да смотрите какая красота прикольно мы кстати этой дорогой первый раз поедем но когда из каппадокии ехали мы ехали в мирсин там чуть другой был отворот сейчас для нас это будет ново вот обожаю турков за то что они когда нужна тебе помощь они прям с тобой нянчаются они прям вот прям помогут сейчас на монтаж один заехал мне отправил рассказал куда нужно ехать я у понял вот собственно приехал жду владельца пока ходил искал его там заправщики горе час мы его найдем позвони мне переживайте горит пять минут подожди вот стою жду пять минут адская жара в тенечек прячутся от машины пообщались здесь с человеком он не делает балансировку менять резину без баланса это вообще дно приехал его товарищ смотрите полностью груженной резиной они не могут на навигаторе найти точку где делают балансировку в итоге он говорит поехали за мной я тебя отвезу прикиньте вообще ультра забота блин там есть машин посмотри на весь машина справа артем привезли нас мастерскую мирожка такого родить джинтиках без футболки без трусов как американский дальнобойщик короче здесь должны нам все сделать по крайней мере вот здесь танки есть которые балансируют это очень хорошо а то тогда едешь пока до кони посмотришь а у тебя сожрало хорошую новую резину мы пока сняли колеса пользуюсь случаем осматриваю на различные течи чтоб ничего не было пока вроде все окей часа полтора на лет мы здесь провели может быть час все сделали самое главное отбалансировали это прям очень и очень хорошо все сейчас нам надо главное выехать на коню кстати вопрос был 800 лир блин это сколько на наше получается тысячи две короче вообще нормальная цена вышла прям наконец-то моевали манджары хотя вы знаете сорок три еще пока что время пол седьмого сорок три представляете вот это дело давненько мы по серпантинам не гоняли а сейчас смотрите какую красоту поднимаемся прям подъем 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 вот вообще сейчас наверное еды будут у на уши закладывает конкретно конечно не жевачка не буду я кушать хочу до кони нам 200 километров бахать вот это да припозднились мы но в принципе мы хотели в 12 выехать мы и выехали где-то 12 30 12 40 с колесами долго решали смотрите как красиво вот оттуда приехали сейчас опять уходим на повороты были сучки дорога еще прекрасная еще бы не усталость сумасшедший ощущение можно было бы здесь по останавливаться и дрон без по запускать орите как внизу вас вот этот поворот нам еще ехать и ехать но я уже хочу рекомендовать всем эту дорогу не в такую конечно шару когда здесь 40 потому что 40 это трындец серьезно говорит очень жарко и очень съедим в такого вот шикарнейшим ущелье класс солнце закатилось за горы и посмотреть как приятно ехать когда у тебя вот так вот 26 с половиной просто представляете сегодня было 46 а сегодня уже а сейчас уже 26 это кайф это не передать словами насколько это кайф нам до кони осталось 98 километров сейчас проезжали заправку роснефт здесь топливо подешевле на одну элиру возможно в кони будет еще дешевле посмотрим по крайней мере в том году когда мы катались на севере турции гораздо топлива было дешевле леру и на три по моему но если заливать полный бак то конечно это вообще существенно какой у нас красивый закат где-то мы находимся даже не знаю где такой городок у подножия скау не напоминает дагестан и круто вот лукойл надо здесь посмотреть кто вот газами интересует скомашин на газу есть заправки газовые спокойно 14 лир стоит лукойл ну вот тридцать четыре тридцать четыре и девять ну на лиру дешевле заехали мы на лукойл возле кони там на километров 30 осталось залили еще на 2000 лир ну это как бы по-нормальному уже более-менее так что у нас пишет пробег хватит на пятьсот десять километров блин это короче получать что нам еще надо будет заправиться по ходу завтра ладно все теперь надо срочно в кемпинг спать посмотрите как красиво и как масштабно светится коня ночью надеюсь вам камера передает блин великолепно сейчас еще в этой темноте надо куда-то заселиться мы припарковались в кемпинге мы сейчас быстро покушаем еще сажу зарегистрируюсь и ляжем спать вся и дальше информация будет утром поэтому спок мы очень сильно устали